итак друзья всем привет сегодня с нами в гостях зимин игорь здравствуйте здравствуйте игорь расскажите пару слов о себе чем вы вообще занимаетесь кто вы такой слушайте тут очень сложно сформулировать на самом деле кто я как бы молодой красивый привлекательный сам расцвете сил это вы пиарить это и конечно такая площадка конечно нужно для пиара хорошо вот поэтому что еще сказать как бы умный остроумный но мы пока этого не поняли а скажите пожалуйста ваше хобби знаете хобби я обычно люблю давать интервью это является моим ну конечно у меня чтобы я вам естественно понятное дело кому еще это наверно причем это хобби не там родилось как бы буквально секунд 30 тому назад и вот оно молодое и сейчас я чувствую будет становиться так все больше и больше а ну смотрю у вас настрой боевой у меня всегда боевой настрой и предлагаю поиграть во что мы с вами будем дарить а вот сейчас узнаете у нас есть для вас списочек вопросов я боюсь что может быть мое хобби давайте интервью как бы ничего 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 ну начнем тащите как вы считаете стоит брать толстую бумажку или тонко знаете наверно лучше лучше брать потолще потолще конечно послушай женщины так ну-ка слух читаем слова первое начинается как так выглядело первое свидание ужасно интересно что такого было ужасно слушать лет назад это было начнем с этого сказать не помню я был еще более молодой еще более глупый как крайне наивный вот наверное я вот так вот это все что я помню об этом свидании как бы наверно больше ничего в общем и не запомнилась интересно а так наверняка она выглядела сейчас мы с вами придумаем как не давайте мы давайте будем отвечать на вопрос ну давайте придумаем давайте придумаем я думаю что это адмиралтейство скорее всего значит парк рядом александровский да если ничего не путаю вот какая симпатичная девушка вот осень скорее всего и наверное вечер и плохая погода до дождик до октября 1890 года вот соответственно вот так вот это вот в общих чертах что я помню об первом свидании вам понравилось ну конечно ну понятно иначе бы не было второго и так дальше но вы потом женились этого нету хорошо ладно поехали дальше прошу ну теперь попробуем толстенькую бумажку давай друг друг повезет расскажи смешной анекдот или историю произошедшего с тобой дарья все истории произошедшие со мной смешные как бы поэтому выбрать какую-то конкретную я в принципе не могу вот но вот за что не возьми все смешное как бы ну про первое свидание у нас про первое свидание как бы бокс ним а давайте такая тоже достаточно древняя история я работал в неком комитете городской администрации занимался информатизации и у меня был начальник фамилия начальника было бессмертно а это еще не все да да значит приходил к нам в комитет человек который обслуживал телефонную станцию его была фамилия кощеев и значит я заходил начальник говорил кощеев к бессмертному на повезло работать таким людям вместе давайте еще парочку штук вытянем да конечно но опять пойдем противоречиво по тоненьким как бы ты потратил миллион долларов я бы его не потратил а чтобы вы с ними сделали я бы наверное его бы попробовал бы инвестировать причем в себя бы вот и наверное как бы сделал так чтобы можно было его сохранив как бы растянуть пользу от него на достаточно большой период времени второе я бы наверное реализовал бы какие-то проекты на которые всегда я вечно не хватает там собственных средств которые были бы не личными а были бы какими-то общественными историями как бы ну условно как бы хобби а хобби можно говорить да спасибо следующий вопрос дайте последний 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 почему у вас тут так много бумаги последний ну-ка знаете предыдущие было у меня интервью с ведущей как бы я вот значит ряд вопросов я уже формулировал значит теперь значит вот выпало тебе повезло загадай любое действие вопрос ведущим ну-ка так но здесь я должен посоветоваться со зрителями в студии явно как бы да значит что они горят что сам определяешься как были с товарищем режиссером что же спросить режиссер молчит великолепной дарья значит вот мне показывают что какие-то порнографического плана сцена как бы да вот да вот да как бы алексей с вами отдельно обсудим этот вопрос я не буду показывает алексей как бы слава богу его не снимают дарья чтобы я попросил бы вас сделать ну-ка или ответить на какой-нибудь вопрос дайте значит все-таки светлое или темно мы на этом вопросе мне кажется закончили предыдущую часть нашего интервью спасибо скажем игорю и смотрите нас сейчас всем пока пока